По традиции выставку православия в Сочи открывают торжественным молебном. После священники обходят выставку, освящают прилавки, окропляя их святой водой. Вообще, каждая православная выставка-ярмарка в Сочи – это настоящее событие в духовной жизни всего края. На уже 11-ю выставку съехались представители более ста монастырей и храмов. И не только из России – Белоруссии, Украины, Молдавии, Черногории – Прикоснуться к привезенным православным святыням, заказать молебны, приобрести иконы, православные сувениры, литературу, оказать помощь монастырям, приходам и приютам. Все это можно сделать на выставке православия. Это, наверное, та тропинка и дорожка, которая дальше ведет в храм. Не каждый сегодня еще готов прийти в храм и молиться. А выставка – это какое-то промежуточное звено, которое вводит введение в православную жизнь и дорога к храму. У небольшого стенда Свято-Никольского храма из Белоруссии всегда многолюдно. Храм впервые привез на выставку чудотворную икону Божьей Матери Экономиса. Это так называемый список. Оригинал хранится в Великой Лавре Афанасии Афонского. Прикоснувшись к святыне, говорит настоятель Свято-Никольского храма, можно просить и о духовном, и о материальном благополучии. По преданию молятся предэкономисы о благополучии, о мире в семье. Поскольку экономисца – домостроительница, то просим ее о домашнем благоустроении, чтобы домочадцы были одеты, обуты, накормлены, и чтобы особо не бедствовать, не нуждаться. Большим спросом на выставке пользуются также храмовая и церковная атрибутика и утварь. Здесь же можно приобрести грибы, ягоды и мед. Также в программе выставки беседы со священниками, творческие встречи с фотохудожником Андреем Непша, просмотры православных фильмов. А 26 числа здесь пройдет концерт в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери и Дня Народного Единства. Выставка «Православие» в Гранд-отеле «Жемчужина» открыта до 27 октября.